всем привет ребята это это мч 10 мч у нас сегодня в эфире будем для вас показывать его сегодня будут играть такие команды как перцы и хзд показывать точнее комментировать этот бой буду я антон чертик и ритик мой напарником будет сегодня вечером денис привет денис а да привет антон всем зрителям добрый вечер полуфинал нижней сетки нас сегодня ожидает перца у нас проиграли synergy в 1 4 до 1 4 перца нас проиграли синерджи со счетом 1 2 а хзд у нас проиграли коллективу international тоже со счетом 1 2 и следовательно улетели в нижнюю сетку чего ты антон ожидаешь данного матча я ожидаю жаркого жаркого просто ирана да и вообще следующий карт вообще у нас сегодня очень интересная такая программа намечена сейчас у нас будет иран медиум далее мы увидим кунгур в лайте а также концовочка закрепиться на парня в режиме hard если ребята еще доживут до этой карты вообще этого режима конечно хотелось бы все увидеть ну посмотрим да знаешь антон стоит напомнить то что парма у нас будет играться на флажки но тем временем у нас начинается первый раунд и давай представим состава я представлю перцев а ты представишь ксд коллектив перца у нас представляют такие игроки как ничего личного рафаэлла на у пеноплей а рута джек listen to your heart и семенович но за хзд играет у нас twist окно angel не fair use money maker еще у нас играет андреселл был 6 и рик стар ребята уже уже побывали на противоположных базах друг кстати уже весь почти золом ада что ты видишь из нестандартного сетапа я вот вижу перцев магнум на игроке на у пеноплей вас по магнум а в гризли кстати по моему только сочетание 2 смоки по заметил или мне показалось ну да ладно вот вас погром есть тоже неплохо 2 вас по грамма то есть за обе команды у нас по вас по грамму вас по же есть которая сейчас кстати флаг вернет ну все таки больше всего удивляет конечно вас по магнум да нет по мне наоборот нормально можно использовать данную пушку тем более много стеночек много всего тебя тяжело будет достать но вот смотришь то мы видим сейчас на карте вас по магнум будет дергать а красный флажок куда будет уходить будет уходить на 300 которые просто его сейчас сольет до от листва сливает но потом его самого разбирают дернули у нас красный флаг игроки перцев ни к чему это не привело на сейчас посмотрим что сейчас делают еще семенович будет пытаться дергать флажок но нет жига его забирает на ура да ребята у нас из хзд заезжает по центру не очень они целые по моему только и рекстар у нас каким-то существом хп-то обладал но тут уже ничего лично со своей мощной еды собирает его а семенович выбране уже кстати по центру заезжают из-за поддержки нет его команды и жига его конечно сейчас достаточно на дамажность чтобы сгореть смотри твиста сейчас вот сейчас но по и но плей должен будет забирать если успеет конечно ничего лишнего не успеет забирает там манимейкер а на себя данного игрока и это возможно будет 10 0-0 рафаэль успеет перехватить нет ваше счет у нас становится 1-0 очень быстрый флажок от хзд буквально 15 секунд чтобы доставить с вражеского флагштока вас пик реально до скорость затащила ты посмотри сейчас был мастерик став на фулах и в итоге но по и но плей и у нас просто просто свои дэдэш дэдэшного магнума разбил его фланг вот и вообще не сдал и дропа от команды хзд ничем не увенчался лесен тэхерт пытается уезжать но тут просто множественный рсп от хзд и возвращают игроки свой флажок рута джек она сейчас догорит горит он от своей пушки от магнума слишком много дамажит рафаэль к тем временем пытается уходить но тут два тиммейта из хзд сверху у нас затем к склеерозик еще кстати смотри вот неплохо может сейчас получится семенович будет уползать а точнее уходить до сливая да 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 сейчас манимейкера если сольют все будет супер анкнал анджелс навряд ли сможет что-то сделать а у него нету резиста от от чего от молота хотя у семеновича есть от смоки был для есть это 11 не получится у твиста перехватить до поздравляем счет у нас сжавняли довольно манимейкер но к сожалению пока что ребята из хзд не смогут утащить четыре минуты прошло счет 11 дробь у нас кстати следующий начинает уже падать бараню можно забрать и кстати рафаэлка хочет на нетре повторить успех твиста ну тут к сожалению сливается зато дробь по моему от контроля ребята из перцев теперь почти весь вот сверху даже еще остается ничего личного может и заберет не поставляет на своих тиммейтов кстати вот смотри сейчас забирает дашку возле красного флагштока будет забирать не true и может получиться неплохая атака если он поедет хотя а лучше да он делает правильно будет блокировать семеновича так у нас рулите конечно не успеет вернуть манимейкера но тут есть лысин тверд который к сожалению может не успеть ничего сделать лишь оттащить можно флажок попробовать ну да скорее всего возврат и доставочка 21 до антон кстати хочется спросить как ты думаешь перцы или хзд сильнее у нас в медиуме я знаю то что хзд очень сильны в харде а перцы скорее всего вытащить следующую карту это кунгурчик у нас будет да вот медиум очень жду light от кунгура от перцев там очень мощная игра должна получиться от них нравится мне эта команда в режиме light ну думаю в этом режиме вообще как бы рабочий да да ничего не показать семенович заходит прикрывает его и может видеть своим граммом что-то сделать там резист от грамм присутствует встречи от манимейкера и обоюдный если правильно его не прочитал будет уходить на дашечке семенович будет его встречать нет у него резиста хотя семенович вот как раз имеет резист от смоки асли семеновича до получается тут рута джек тут рафаэла и возвращает они синий флажок да следующий дроп у нас на карте броню кстати отжала твист у нас так яростно с интерьера ферта и в итоге эти ребята еще ддшку по-моему отожмут рекстар отжимает у нас ддшку но он уже бит и в хлам просто езида у них нету в отличие от команды перца кстати заметь вот у нас игрок на плей но пей но плей он постоянно контроль ддшку он на магнуме весь раунд гонять с ддшкой но магнум с ддшкой это просто какой-то трэш ты же сам знаешь да он викингов сшибается на удара там при хорошем раскладе сзади жига семенович конечно не видит и пожалеет об этом знаешь нажимаю этап смотрел вроде был хзд уп это меньше единицы но они ведут то есть за счет командной игры вытаскивают неплохо сейчас твист у нас попробует шортный заехать но тут надо помешать нет не успевает он помешать на уп и на уп и магнум опять она забирает ддшку как ты подметил сейчас он еще заберет у нас аптечку а рафаэлла тем временем будет уходить и никому его встречать на фэлла сейчас будет пытаться шотный он но нет все же возвращая у давни обидный флажок там три вас по конечно но они ничего не смогли сделать склероник просто не успел про тот же вы точно также не успевает хочется отметить что вот ребят всеми васками могут доиграть я не знаю конечно они еще ни разу минус не легли ну возможно попробовать их хоть к это мое мнение нет новостки быстрее хотя в харде не сильно чувствуется разница между харьком и вас по мысли честно а ну харде да тут у нас тут как бы медиум но все равно я не думаю что это существенная разница ддшку кстати кто кому оставить рекстару с ддшки он будет выступать у нас на молотке должен молотеры минуты у нас осталось прости что перебиваю сейчас перцем надо собраться и сделать одну очень хорошую атаку и попытаться вывести этот раунд на ничью а возможно на победу рафаэлла у нас заезжает попробует он но нет его разбирает сразу же ничего лишнего должен будет забирать ддшку нет у него забивая не забирает но семенович подбирает навряд ли у него конечно получится он все его разобрали рута джек попробовать тоже заехать но одиночные заходы заехали бы эти три игрока одновременно все было супер у ребят из хзд немецкой нашей команды у них присутствует рикошет а резист это у перцев не очень такая три каши то защита есть присутствует у них например жига еще или тот же гром то есть и на быту здесь подошла либо какой-нибудь и лев кто не знает лев модуль обладает большим количеством резистов от вариативности так сказать и жига рикошет поэтому возможно здесь присутствовал бы и смотри а сейчас у нас на фариус пытается вывозить флажок успеет ли он как думаешь не знаю два грамма повторюсь два грамма у ребят из хзд и два рикошета ну да не просто нет не повышал ребят но я думаю стоит поздравить то что один ноль в пользу хзд у нас после первого раунда сейчас мы остаемся на второй раунд а потом идем на конгурчик антон напомни нашим зрителям про вопрос на 5 расскажи правило да хочется отметить что у нас присутствует такой конкурс как вопрос на 5 это означает что во время нашей трансляции сегодняшний мы будем показывать вам некоторые циферки на экране вот в конце необходимо будет форме ввести сумму этих цифр и в итоге тот кто правильно посчитает у кого было отлично по математике кто умеет пользоваться калькулятором хотя бы будет участвовать в розыгрыше промокода который будет содержать у нас как уметь приятный бонус 5 годиков он обычно содержит но возможно сегодня в честь им не у нас бонус будет чуть побольше мы посмотрим точно мы не можем сказать но я думаю что все же будет у нас 5 голдиков как тебе предыдущий раунд вроде бы не было никакого прессинга не со стороны одной команды не со стороны другой но быстрые заезды от хзд также получили дали свой плюс то есть первый флажок это вообще было нечто 20 секунд и он просто на своем флагштоке игрок на васпике а просто помогли заблокировали игроков перцев и все супер а второй флажок ну почти точно так же флажок перцев же опять достался довольно тяжело как думаешь а чего не хватило перцев предыдущем раунде либо хватило просто хзд повезло чуть-чуть нет ни везение дело там равная игра была единственное что большое количество демиджей сопутствовало на команду перцы и это связано с тем что я это сказал лишь в конце но видел всю игру и они играли без резистов от пушек там командах хзд присутствовал два грома 2 рикошета ребята из перцев решили что для них это не помеха и они могут в зеро вообще играть и нагибать видимо счет говорит сам за себя и их просто раздамажили на базе в идеальном варианте конечно было бы легче если бы они резисты меняли а так игра была на уровне особенно с магнумом это точно знаешь что стоит отметить то что количество очков у перцев в конце раунда было больше рекстар у нас сейчас одевает винс это такое небольшое изменение сейчас я посмотрю еще что у нас есть а если ты тоже что-нибудь заметишь что говори а тем временем у нас начинается второй раунд до раунд начинается и дроп уже начинает падать 15 секунд он будет падать уже полностью на базе лежать в 9 15 кто не в курсе ну сейчас у нас когда контролем дропы и пытается уходить лесен для херф конечно он никуда не уйдет с базы единственное надо сейчас отконтролить все прости антон перебью манимейкер сейчас у нас на фулах пытается уйти но пей но пей будет пытаться дамажить по нему но навряд ли получится сможет ли он отхилится да он отхилился это скорее всего будет первый флажок потому что ничего не мешает возможности поставить сейчас надо от дефит ничего лишнего мега мега крит у нас заползают а также лисанте ахерт и рута джек забирать надо данных игроков и не давать им отступать к себе на рсп что и делает у нас хзд кстати да кстати хочется отметить что все-таки ребята из перцев поменяли наконец-то свои модули но к сожалению уже потеряли один флажок да кстати знаешь зашел у нас на замену игрок амега крит в составе перцев играет он на смоке если я правильно заметил сейчас нет уже переоделся на викинга рикошет а в тени кстати он у нас катается что по резистам у нас по резистам вот хочется отметить что вот ребята из хзд тоже некоторые резисты не знаю для чего одеты вот например твист он сыграет этот легендарный игрок который тащил первый флажок он играет в резисте от молотка только там находится резист фриз вукан и молот такое него сочетание еще присутствует конечно парочка игроков например такие как кто-то был до манимейкер наверно там был такие как и такие как манимейкеры манимейкера там резисты конечно смог вулкан куда они тут кто-то он прости перебью сейчас рекстара у нас забирают игроки перцев и заезжают на базу заходят в пять нет четыре корпуса влад мега крит сейчас на своей дашки и на рикошете пытается увозить флажок анкнал анджела заберут манимейкер а смогут ли успеет ли его забрать да успели сейчас дарик стара забрать и алисанта их от будет пытаться вывозить и доставлять флажок а а классный гром прилетела но тут рафаэлла который на своей рельсе и будет неплохо а сливали у кого-то стрел да очень шикарно там ну вот смотри как если ты вернули красиво да просто там один бумагном и все было бы супер ну очень жаркий конечно флаг был для команды перцев массово не заходили я верю что они доставят а рекстар у нас будет сейчас на своем твинсе пытаться уходить с красного флагштока но ничего не получилось ли санта их от его забирает а и чистая база пока что в обоих команд чистая база да вот заметь что аптеке у нас контролит очень редко скорее их просто забирают они по пути уже с нулевым хп ввозе флажок кто-то подбирает потому что просто-напросто не оставляет для того чтобы не давать врагу сейчас пытаются увозить у нас рута джек ну конечно зацепился за стенку это великолепно джек подбирает флажок и кто же ему поможет ничего личного нет до возврат до возврат у нас происходит не фариус кстати в это время отвлекал но там жима нему рафаэлла отстрелялся и все супер а единственный рафаэлла вот как ты заметил упал сейчас минус то о чем ты говорил в первом раунде перца у нас сейчас играет в пятером рафаэлла вышел видимо на замену либо же переодеваться да ну видишь вместо него никто не заходит кстати да ребята вот из хз д они ничего не меняют вот два вас по грамма я до сих пор вижу их по моему это все устраивает потому что резистов в модулях которые ребята из перцев носят вообще не присутствует а сейчас смотрят андрага лап у нас пытался уходить манимейкер подбирает флажок тоже смог андра андрага лапа довести его язык путается но пеноплей все же у нас успевает вернуть флажок а жига не успела его остановить и сейчас рафаэлла заезжать на синий флагшток а попытается он с мегакрит том надо мажить сливать рафаэлла мегакрита тоже должны разбирать но тут ничего личного жига а простите изида спасает и это возможно будет один-один если лисентой херд подберет у нас успеет там твист 3 со своим дэшным граммом его никто не снимает как тут увести то можно когда по тебе постоянно дэшка вылетает никакой некому снимать некому снимать нету игроков сверху кстати да никто не ездит он сверху у персов ездит только вулкан вулкан магнум да да хочется чего-то называть его вулканом но возможно его здесь и не хватает ну к сожалению думаю это не так потому что первый раунд показал что вулкан здесь не актуален почему не актуален возможно актуален ну рутиджек пытался и в итоге он его снял по моему рутиджеку на вулкане эти ребята сейчас пытаются нам пойду по и смотри куда ушел до шоу сейчас увидела увоза через полность а честно сам дня два назад увозил на в рандоме и зависит у нас сейчас и кстати смотри 200 на сейчас увозит в ответ она тут ли санта их от который должен забирать анкнул анджелас подбирает флажок ничего лишний лишнего личного возвращать свой флажок и все супер до 10 а пока что в пользу хзд их устраивает этот счет даров рф к сожалению зацепился мегакрита конечно ничего не выйдет когда тут без башни тринц тебя бесконечно бьет а рутиджек классно только что сбил гром а твисту и сейчас 300 раз надо пешки отезжать вырос бы не понял зачем видимо чтобы слить лесно-то их от и не дать ввести свой флажок и смотри неплохая атака сейчас у нас от перцев намечать мегакрит будет увозить флажок куда только на манимейкера увозят у которого резиста от рикошета как-то замечательно сзади у нас мака мегакрита ну у него есть еще шансы главное там попытаться слить всех а смотри прости что перебью она сейчас заезжает с противоположной стороны атака от хзд а живу на слили сейчас он к новой джонс если рафаэлла сможет разобрать то все будет супер да получится у ребят успеет вернуть до 11 становится счет поздравляем мы перцев флажок где-то за две минуты до конца раунда это то что надо да рэкстар у нас сейчас будет пытаться зайти вырос пицца но пеноплей сам дамажит и сливать себя фактически и опять атака от перцев мегакрит и ничего личного но ничего личного забрали следует на мегакрит тоже долго не выживет и зида спасает до рафаэлку кстати сливают и и себе конечно в атаке 1 это ничего не получится хотя они любители таких у вас по заходов я не удивляюсь он забирается наверх тут сзади жига он ее просто боится и конечно погибает от нее да надо бояться игрока от которого у тебя от пушки которого у тебя нет резиста то знаешь вот в таком формате когда резисты пушек пришли особенно 35 не прокачано то есть тут же без м пока не играют получается в любом случае 35 даже от жиги этот резист не спасает и все равно сгораешь просто-напросто поэтому от жиги всегда стоит бояться в таком формате ну знаешь я думаю мы увидим как минимум еще раунд в харде чтобы увидеть как резистами у нас именно пользуется уже с мпк там же хард нас ожидает а это очень интересно да хотелось бы на это посмотреть мне тоже мегакрит сейчас довез до своих респов уже синий флажок а тут анкнал анжелос по которому надо дамажить а нету нет есть у мегакрита резист от смоки но возвращает все же хзд свой флажок и успеют ли они доставить знаешь тут в обратном положении тут 33 вас по против викинга и венга и вас по это конечно вообще никак и счет конечно 11 становится в этом раунде и 10 по истечению двух раундов и мы сейчас уже будем уходить на кунгурчик давайте только посмотрим на статистику у пау перцев неплохо три игрока с плюсом три игрока с минусом но больше единиц меньше единицы а у хзд наоборот а два игрока 121 остальные имеют уп меньше единиц но макс минимум 0 48 хотя у перцев было все куда плачевнее да и мы прервемся на небольшую музыкальную паузу после чего к вам вернемся конечно и зрители мы к вам снова возвращаемся уже с кунгуром а нас ожидает с вами light напомню что комментирует для вас я денис и мой напарник чертик еретик можно его так называть а для родных друзей и тому подобных это великолепный антон антон еще раз привет привет великий денис привет всем мы возвращаемся это кунгур и будет жарко потому что это перцы это кунгур да перцы начнут у нас за синюю команду давай сразу быстренько представим но но по и на упл и у нас играет за перцев оффенс модель старфаэлла семенович мегаклит дон сандра за хозяйдан то манимейкера андроцелл целеб 6 kenya вот отличный немецкий никита у них ребят халюкейшн анкнал энджел и твист а халюки нейшн да ты просто бог да бывает кстати кто у нас на вас пиках будет играть мы скажем сразу после начала раунда а думаю стоит напомнить хотя наши зрители и так видят то что счет 1 0 в пользу хзд если хзд выигрывают у нас два раунда вот эти вот на кунгуре то мы на парму с вами на хард не уйдем если же перцы выиграют хоть один либо затащит на ничью а то у нас ожидает обязательно это арт и парма а что-то невероятное будет а тем временем у нас начинается первый рамп кто на в аспах у нас играет антон дант он видимо немного отошел а скажу что за перцев семенович и а уфансы нас играют на вас пиках помимо этого ноу пей ноу плей использует викинг модель тоже берет викинг к себе и нас маке у нас играет мега крит до великий мега крит и команды хзд мы не будем не давать все же представим а хрюкинэйшн у нас играет на викинге твист у нас играет на хорнете помимо этого анкнул энджин будет выливать смокой манимейкер тоже викинг к так на вас пике кто у нас играет сейчас я скажу а андроцелеп 6 и последнего игрока я видимо не назвал kenya у нас тоже играет на вас пике да вот по центру у нас заезжает но плей но в общем склеерозник заезжает по центру на забирает флажок просто яростно через мост ворвался и уже утащит флажок почти на своей базе из-под моста выбегает на аптечку кучу просто дэмэджу нахуй разносит ребята перцы по хзд команде и так думаю первый флажок будет уже за полторы минуты да знаешь самое интересное то что перцы просто рельсы сбивали когда по ноу-плей ноу-плей пытались фокуситься у нас хзд а я видел столько сбитых рельс хороший фокус от ребят хорошая координация смока классно отыграла и 10 до как ты говорил 8 минут 20 секунд у нас остается до конца первого раунда на кунгурчики и посмотрим что у нас получится а в конце раунда сейчас а хрикинэйшн будет заезжать с подъем чикаго я не помню как место называется с подиума да будет пытаться заезжать ну к сожалению пока что ничего видишь все у нас каждый находится на своей базе я а перцы тем временем дома же ты сейчас пытался уходить с эти но по и но play и к сожалению он это не сделал ну очень яростно пытается время уходить в одиночку утащить флажки смотри кстати хрикинэйшн неплохой позиции занял сейчас раздает просто она дэмэдж по всем кто только рядом есть по модельству только что подошли мы уже три лица и выкинул и его викинг просто уже остается безо всего я не должен были сейчас по модельству отстреляться этот у нас будет счетным и андро череп вода сливает все супер холик и нейшн у нас конечно нулевый его разберет мегакрит это возврат и но play к сожалению не смог ну он на фулах все еще и может хотя бы разнести чуть-чуть демаджа если попадал бы она пенопой смотри сейчас надо дэшки на не требует пытаться заезжать но тут анкнул энджелос который просто сейчас разберет этот викинг и не даст шансов да что мы видим кстати твист на фабрике пытайтесь семеновичем бороться там также у семеновича есть помощь донсандра и они совместными усилиями сливает листа андро челеп заезжает в деревню на своей нетре но это бесполезно он у нас уже шотный и навряд ли получится да и вас сливают на пенопой кстати да теперь через левого фланг ребята из хсд пытаются ходить на своих легких корпусах не знаю получится ли из этого что-то потому что они уже полубитой не на респах справа офишен но конечно офенсив ничего не сделает в одиночку надо ему помощь чтобы помогали ему мегагрита сливают единственного помощник а смотри money maker сейчас у нас по деревне заползает донсандра прячется от его рельсы и после того как money maker промазал донсандра сливает сразу же сходу холики nation у нас попробует заехать там также money maker респица рядом посмотрим что из этого получится поедут ли они вместе в атаку или они просто будут стоять где-то далеко может они броню сначала заберут money maker у нас на фулах по центру кстати броня надеюсь они модуста и и не отдадут заберут сами хотя бы в ноль ну нет твист не успеет и к сожалению забрать ему достойно от чужую броню и еще успевает выдать рельсу на опережение по твисту хотя твист был фантомом у нас да еще донсандр видишь как ему помогает могут конечно уже не уйдет ну антон прости что перебью но пенопы сейчас на флаг заехал у нас с большого моста и будет пытаться уходить а по числе у него уйти куда будет уходить да будет уходить под мост первый раз но там твисты да и да еще и минус отрицательно сказался на данном игроке все мог получится неплохой неплохая попытка увоза да единственное он не ожидал наверное тут и рельсу которая выдаст вам прямо в минус положит нормально пять минут 10 это вообще хорошие показатели для карты кунгурта а смотри а money maker у нас сейчас заезжает забирает не трону своем викинге а выдает рельсу по мегакрит по смоке а кстати кто нас резистом от рельсы играет а я вижу модест и но пеноплей да и маке же оффенс и мегакрит да смоки у нас смеют да а у хзд когда это у нас дельфина дед на тени а также у нас на манимейкере три лисы он дает цель бы смокам это вас по и обычно резисты от смоке девайд вас по это проверенное временем средства также отрисы у нас еще халиконейшна есть зажим они со своими танками не справляются возить они должны они это не делают хриконейшн вот смотри успеет ли он подобрать эту аптечку нет его слил дон сандра и сейчас наверняка модельству проще было подняться за аптечкой но не торопился он и аптечку забрал дон сандра у нас промазал кстати он и сейчас money maker должен забирать дона сандра в любом случае нет он мажет кстати но помощь тиммейта хриконейшн и встреча неплохо кстати может получиться шотный money maker если успеет уйти все будет супер но вовремя он высунулся прям под рельсу модеста и это нечто да модус прям прогадал угадал когда тут будет выезжать мегакрит добивать вот им это правильно чтобы отправить на респе и свеженьким уже выступать в атаку на фулах хотел попытаться на склерозник увозить ну нет конечно но уплэй не ничего пока что существенно не собрал с дропа но все-таки он под броню и до должен пытаться раздамажить отлично себя внимание хотя нет нету его союзников которые бы смогли утащить флажок money maker на свои дэшки под мостом пытается каким-то образом накидывать дамаг по игрокам перцев которые поднимать из деревни куда-либо но слишком много промахов и это ни к чему его не приводит а модность его сейчас сольет нет все же не модность его сливает арадон сандра две минуты до конца 10 перцы ведут какой-то быстрый флажок был вначале а дальше какие-то перестрелочки не было так это нормально это нормально это нормально ребята просто знаешь нормально для команды перцев а вот для команды хзд их игроков это вообще не айс то есть что они делают это мне не нравится посмотрим следующему оба раунде они будут до синих играть и тут уже может себя проявят хотя бы в атаке потому что в атаке знаешь на фабрику они вообще не ездят и фабрика фабрика не занимаются хотя нет на фабрику они пытались подниматься одевых оттуда выжимают но п но п смотрю на сейчас собрал фуба классный рельса по хальпинейшн по моему они хотят задать эти флажок и явно видишь он даже вот так у нее на фулах точно дефить хотят кений у нас на фулах также находится это броня и двойной урон но получил дэдэшную рельсу от того же самого нау пей нау пей и сейчас может быть возможно последняя атака будет у хзд им надо собраться и возможно мы увидим что-то интересное но сейчас а мунимейкера заберут точно андера челек 6 сейчас попробовать на своем вас таки да и разоехать но до сбивать одному игроку но до другого не успевает даже спрятаться шикарный прострел конечно было до конца ну и возврат конечно произошел тут уже ничего не поделать это 10 в пользу перцев и 11 в итоговом счете пока что до 3 раунда позади 1 1 1 все ясно это все таки 1 2 нижней сетки поэтому это логично и приветствуем такой счет да и приветствуем еще и хард хард да мы наконец-то видим харды ребят как тебе этот раунд со стороны каких-то тактик каких-то наработок либо просто рандома не могу ничего сказать про команд мир перцы и с их стороны все было конечно на высшем уровне а вот ребята из хзд меня огорчили о чем я уже пояснил как-то не ездили вот такую ну знаешь они ездили в атаку но это больше на таран таран ничего не сделаешь надо всю базу занимать противника пытаться знаешь как так тактика если говорить о тактике перцев да то есть они отвлекали один корпус отвлекает или два другой тащит тащит это был у нас но появлено плей который постоянно увозил из-за того что его тиммейт ему помогали с отличением знаешь что самое возможно неприятное для полуфинала нижней сетки а кланы пытается заходить в атаку одиночными заходами то есть заезжают в атаку по одиночке это не очень хорошо это если кто-то из них если и дальше пройдет то в следующем туре уже в большом полуфинале нижней сетки они не смогут уже с этим играть надо как-то активизировать себя что ли то есть одиночные заходы не приводит ни к чему на данной карте командной работы я не увидел на протяжении была командная работа первый флажок перцев все дальше она отключилась но последние две минуты перца когда еще дефили было более-менее нормально это мое субъективное мнение и возможно ты даже не согласишься нет конечно соглашусь потому что я также считаю правда начнет замен явных по-моему нету на карте а им боты заходит у нас единственно это замена у нас вот кого он заменил я пока что не могу сказать сейчас скажу наверно точнее да любят или пинесси наверно заметь или я ошибаюсь до коллега же да 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 и начинается у нас четвертый раунд малого полуфинала нижней сетки cd за синих посмотрим как они отыграют за данную команду за данную сторону и что они нам покажут анкнул энджел кстати не было так разобрал своего противника на карте но сандра уже биты в хлам просто тут а им бот у нас на фулах чем спрыгнул низ я не могу понять туда андре цепь у нас уже в минусе валяется но пэй но но плэй у нас едет на фулах на базу как ты но получать халат везда и остается шотный шотный остается и сейчас навряд его должны будут разбирать попытается у нас модель заехать отвист уже выдает одну рельсу тут мегакрит конечно который но не спасет он андре цели тоже у нас сливается и в итоге это возврат обоюдный не факт что обоюдный потому что мегакрит у нас еще его не слили кене если его сольет и успеет вернуть а он успеть нет он не успеет андра челеп тоже не успевает и вот сейчас за модель 100 на уплэй на уплэй будут подхватывать синий флажок и уходить прошли они уже эту бровочку и сейчас заезжают в город к себе домой да но у нас есть новости под броню находится у нас хоре смог который уже на одну рельсу буквально до главные и не сбить но тут им бот который пытается уйти который сейчас подберет флажок и попытается свалить выдал он рельсу по модесту нужна встреча встреча от хзд и все будет супер да зади кстати пытался у нас но плэй слить у нас флажок но не смог а им бота слить и тут семенович уже получает рельс надо наверное уезжать за домик прятаться хзд смогли отвести флажок кстати и у нас накрывается размен одричели кстати прорывается у нас через целый его никто не видит и семенович ски заметил да он его заметил выдает рельсу это сквозная и возможно возврат да это будет доставка я уверен в этом ты уверен прям внутри заставит и хзд у нас повели кстати не очень хорошо нет для перцев именно для меня это все нормально я хочу видеть шесть раундов а потом еще и пенальти а чтобы ребята по понятию будет и на крюк карте ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой ты спросила надо будет заскочить и посмотреть вот сходу не смогу сказать потому что очень много турниров и каждом турнире карты для пенальти по моему ребята должны ее тоже черкать ребята пытались увозить часы из перцев ничего не получилось модуль слился но вот смотри сейчас надо сейчас надо перцем хзд задефить и тогда они смогут иметь возможность выиграть данный раунд money maker сейчас должен будет сливать но нет не сливает он мод будет подбирать тут слишком много игроков смотри какой фокус просто семенович тоже не успеет ему не мейкер вернет конечно там столько флажков сколько флажков столько флажков да столько игроков 4 игрока 4 танкиста великолепных которые фокусили просто этих бедных перцев смотри но пенал пейс сейчас у нас заезжает вместе с семеновичем и они попробуют уходить посмотрим что из этого у нас получится анкном анджелс не очень хорошо отыгрывать на своей смоке и вот это вот то что не увезли сейчас не смогли увести перцы это про полностью заслуга именно смаковода да шикарный рельс аддон сандра он дамажит аймбота который кстати спрыгнул вниз хочет броню наверное забирать и это никто не сможет помешать сделать да он на последних хп вот смотри твист видит ли твисты дэшку если видит то надо забирать он видим он ее так пытался объехать но тут три перца которые говорят парень уйди пожалуйста отсюда надо оффенс сейчас отфокусить и не дать ему заиздать свою дэшку ну да его забрали но он все же успел выстрелить а ромода сейчас на своей дашечке будет пытаться заползать но тут смока анкном анджелс который снова будет мешать ему и второй флажок смотри вот еще флажок 2 0 и это синяя база это синяя база все решает ну а некоторые считают то что синяя реально сильнее но я все же думаю что у каждой стороны свои плюсы и на каждой стороне можно играть по своеобразно что может привести к победе твою команду как видео 2 0 это говорит само за себя хотя я предполагал что команда перцы на кунгуре оба раунда выиграет если в ничего не чудо но им никто не мешает выиграть сейчас у них еще четыре минуты а три флажка дропа будет два уже и манимейкер снова заходит на флаг где мы не видно шотный почти то есть еще 2 рельсы и все его нету еще одна все супер а им бот пытается вывести флажок но тут под мостом нау-плей-ноу-плей и все супер андро челик там же на вас пике счетный кенят фуловый конечно но навряд ли он сможет что-либо сделать без помощи тиммейтов он еще и промазал там шикарно сбили сбил модус рельсу это возврат от дон сандра да и смогли задавить у нас сейчас перца задайте чем а вот так у ребят в атаку нужно продвигаться манимейкер у нас на центре надеюсь движку мне отдадут твисту что ленту движку это будет очень обидно хотя он может тоже не забирать нет манимейкер возвращается модуль у нас на фулах тоже справа ли заходить семеновича на смотри по манимейкеру сейчас неплохо перцы отстреливаются и фокус есть сейчас он к новым джоз сбивать рельсу можество хотя викингу сбить рельсу это довольно тяжелых нет не так тяжело как хаттер она все равно проблематично дальше была попытка нового сну как видим мы ребята что три минуты до конца по-прежнему 20 и как вы думаете этот раунд за кем будет то есть ты хочешь спросить у наших зрителей спрашиваешь точнее да да это скажем кто же выиграет этом раунде не в бою в этом раунде конечно будет у нас до пытаться вывозить манимейкер смотри сейчас просто заблокируют корпусом выводит он заставляет он модеста уйти на разлом где твист будет помогать отстреливаться но сейчас неплохо и мега кредит если поможет модесту то все будет супер и две минуты перцем надо будет чтобы еще доставить один флажок это будет доставка сто процентов сто процентов сто один вот давай двести один до доставочка было две минуты до конца что афенсив у нас есть на не 3 который он сбивает рельс между прочим последний дроп от будет на карте какая рельса сбита афенсивом манимейкеру здесь у нас есть вот дефе твист который вы не видит эх попал все-таки манимейке вот смотри сейчас перцем надо собраться и провести одну атаку ровно за минуту до конца валится дроп подбирать его надо сейчас падает то есть ну летит и если они законтрят этот дроп переиграют игроков отправит на распы хотя бы 3 4 а 3 4 корпуса том атака получится левую сторону у нас отжали а к фабрике смещаются перцы но навряд ли это к чему-то приведет офис будет пытаться заезжать смотри на упал и сейчас у нас на фулах будет заезжать в деревню уже дашка спала но оффенсу надо пользоваться этим моментом и сливать анкнал анджелс дом анимейке там на фулах и он просто не даст ничего сделать перцем в атаке и в итоге это это дает конкретный причем но 30 секунд 35 секунд 20 секунд за дефить и не успеют перцы доставить ну да это это раунд явно за команды хз 21 у них по флажкам и в итоге мы видим какой счет становится 21 по раундам мы получимся на харт сейчас ну только посмотрим конечно табличку да давай посмотрим итоговую табличку и давать потом пообщаемся с чатом как скажешь день но вот смотри видимо п также перцы тут куда хуже уп нежели в медиуме хз д также сохранять статистику два игрока у которых уп больше единицы остальных меньше так захожу я в чат скинешь ссылочку на наш канал там антон тут вопрос ты знаешь лично косима лично косима видел на стримах вот кстати недавно у нас был в стрим я надеюсь кто-нибудь его смотрел знаю один вопрос задаешь которые даже в чате не вижу и ты их откуда-то достаешь они или там лично присылаю да знаешь самое интересное тебе сейчас попрошу пригласить меня на карту как отлично все происходит у нас кстати сейчас начнется уже скоро раунд да вау я думаю успею прогрузиться она зови пока составы коллективов которые у нас играют на парме у нас играет составы как раньше это хз д и перс а вот за команду хз д будут играть манимейкер андриц или конечно шестой а им бот рекстар но энджел и кенни за за перцев же у нас играть ничего личного пытался заехать через первый раз восьми нович рафаэл алисантехиот но пеноплей и рута джек у нас начинается раунд вовремя загрузился ровно в десять ноль ноль кто в дефе у нас стоит со стороны хз д рекстара на жиге я вижу и манимейкера на двинсе но скорее всего на парме играть в деф это как-то вообще неправильно я думаю что данные игроки у нас будут просто куда-то смещаться ничего личного пытался заехать через первый подъем на красный рсп но ничего не получилось вулкан я вижу у перцев на игроке рута джек да да это вика вулкан с первого с первого раунда кстати на и ранее не видел на нем да ребята решили выступить в 2 вулкана с вулканчиком слава богу они имеют резист у нас твинса также кстати смотри рафаэл сейчас уходит спрыгнул он вниз и будет пытаться уходить ничего личного его встречает хилит и а кстати их из-за у нас вывезли флажок рекстар лэвис манимейкер его там встречал и смогут ли они сделать что-то но пеноплей сейчас сможет ли раздамажить каким-то образом водокачку вражескую но нет я не вижу чтобы он его сливает сразу же там был выставка которого тоже слили ничего личного имеет уже овердрай между прочим стоит его может как-то заюзать своей команде помочь но он прорывается вот так антон и кстати вот смотри кене у нас сейчас отдел шафт интересный выбор для того чтобы помочь вернуть свой флаг и вот сейчас это может произойти мне кажется мне кажется все реально думаешь смогут у нас нет не получится бесконечный почему бесконечный потому что потому что он такой бесконечный так как не имеется резист у нас против от вулкана у игроков команды хзды смотри просто смотрю как красный флажок защищает игроки перцев и просто два вулкана сколько много пуль просто не что но пеноплей пытается у нас на первом подъем чеки навязать борьбу хзды но не получается у него пока что его гром просто не тащит здесь и 10 кстати у нас перцы выходят вперед что я не заметил когда они вернули как у нас пытается задефить флажок получится у него это конечно получится от 1 то что он сможет делаться хотя когда прорвается аймбот тут уже дело плохо стоит смотри а сейчас у нас перцы снова пытаются вывести но тут манимейкер возвращать свой флажок снизу в центре и аймбот вывозит да как ты говорил синий флажок уже на свои водокачки и ехать по прямой и все у него получится наверняка но смотри рафаэла неплохо хотя андрачелеп 6 делится овердрайвом и все супер это будет 11 быстрое быстрый ответ на доставленный флажок соперником семенович попытается вывести флажок кстати не буду у него получится рэкстар вряд ли сможет зачем он прыгает фенка рафаэлка должен вообще увердай по включить по идее но они почему-то не тормозят прям знаешь спешат на свой флажок чтобы это для них плохо не закончилось сзади рак старта находится свежий который если сейчас да вот что происходит они попадают под и андрачелеп смотри 6 у нас вывозит на своих флажок просто по верху спокойно едет нау пэй нау пэй будет в ответку также вывозить но там есть хотя бы дефиры а тут рута джек в одиночку попытается прыгает он у нас даже на минке и сможет ли у нас андрачелеп каким-то чудом спастись он вернет рута джек вернул как он вернул он вернул и лосиндер может принципе дотащить если рэкстар ничего не делать он ничего не делать потому что у нас есть и великолепная вида ничего личного которое конечно за дефил манимейкеры под фуллой может еще номер драйве как то попытаться утащить а им вот забирает аптечку делает правильно сейчас ничего личного он слил рута джек инфа наверняка прошла ну а им вот пока он пытается фокусить и рута джека надо бить конечно рекстара и он может сейчас дотащить принципе которую 2222 какой-то у нас слишком эпичный хак получается и между прочим у нас ведут так это по раундам то есть для перца все печально нет но перцев ничья тоже устроит единственный последний раунд придется выигрывать но по и но по и сейчас у нас заезжает через первый подъемчик на распах и zd тут минка скорее всего он прыгнет да что мы видим он прыган анкновой джелс сейчас будет дамажить тут также и рекстар который просто помешает но по и на плей но до слишком много перцев у вас происходит money maker тащит с обратной стороны у нас но плену ты говорил пытался увозить тут кенни со своим шафтом делает проблемы от шафта кстати очень интересно резист присутствует у команды хзд а вот у команды перцев от шафта нет резистов через так распределились игроки но кенни играет именно за хзд да 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 вот понимаешь саму особенность резистов от пуши которых нет в команде вот смотри кстати сейчас у нас хзд могут вернуть два корпуса и должны сейчас money maker и амбот пытаться тащить но нет не путем стрелял амбот не потому игроку и не получилось рафаэла но п но п сейчас она заезжает на рекстара которого должны сливать будут или это возврат нет не успевает вернуть money maker и анкнауэнджелс сейчас должны задефить скажи мне пожалуйста почему семенович у нас не меняет резиста он сидит в модуле которым защищает от смоки рикошета и фреза понимаю что смоки он боится рик как это рикошета но есть например ближний бой все таки он играет на фрезе это ближний бой всегда также ты батрицы я не знаю лишь об одеться то есть резист подобраны от пуши которых не нужны здесь сложно сказать легко сказать я знаю смотри кстати неплохо у нас сейчас дефят все нормально семеновича сейчас если они разберут то распы буду чистый да даже не пришлось флагоносцу контролировать свой флажок и money maker kenya должны сейчас пытаться заехать и слетит рафаэла но сколько корпусов боже сколько корпусов до модульс нас будет заезжать ничего личного и семеновича но вопрос такой англ ангел в одиночку справится ли у него еще овер есть смотря андро челеп она сейчас будет пытаться заползать и получится ли у него самое интересное нет не получится хотя имеется овердрайв было бы подключение тиммейтов хотя бы от одного и все было бы супер да даже если он овердрайв был как ты говорил это бы не помогло хотя англ ангел теперь вот имеет шанс у нас но смотри он тоже в одиночку заползает это тоже не есть очень хорошо заехали бы они вдвоем все получилось бы и сейчас мы видим прессинг двух игроков перцев сразу же на сторону хсд семенович у нас возвращает флажок а это будет два три за минуту 30 до конца перцы выходят вперед перцы молодцы сравняли счет и как сравняли я имею ввиду по раундам я такой же предсказатель как и ты не верится что они выиграют этот раунд все таки и а мне верится что у нас будет все же ничья ничья и добрался бы было пенальти ты веришь в пенальти так что есть следующий раунд там ничья можем сделать не честно я не хочу уже пенальти четыре часа до того времени как тебе надо будет вставать я к четыре с половиной четыре с половиной числа да 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 в субботу первой паре понимаешь на одну пару ладно давай не об этом сейчас андро челеп сейчас у нас пытается заехать модеста он сливает все супер классно семеновича сможет ли он разобрать у семеновича нету резиста трикошета но все же тут справляется с ним а кене у нас на левом балконе смотря с красных респов стоит на своем шахте андро челепы анкнау анджелс будут сливать модеста и ничего личного должны они будут их забрать хотя смотри вот изида реально спасает боже что натворил 13 секунд у нас до конца я думаю стоит сказать то что счет 11 ой не единодин стоит 222 до 22 счет у нас по раундам и следующий раунд будет реши решительный до решающий решительный боже все на крыша едет не спеша тут нормально а тут мпк антон нет там без мпк денис разве отвечаю заходил там в пару моментах может его стоит сейчас не ответить огромный ребята из казани вообще не любит и виду они не девайду и посмотри сейчас что у нас делают перцы просто качает из виду качать и овердрайв это нормально это норма как тебе предыдущий раунд средняя средний раунд знаешь вот сейчас я смотрю как ребята из перцев одевают страйкер и вот на это я бы очень хотел посмотреть вообще на страйкер на парни просто шикарно нужно быть когда нет резистов против от этой пушки моделей не защищают никого из фсд знаешь я считаю что это был динамичный раунд так же как и наш оператор очень быстрые атаки такие красивые до размены были они вроде бы затягивали игру но все равно были какие-то залеты секундные которые реально решали определенные моменты кстати читай в чате и просто не могу остановиться от смеха все просят валидова валерьянки у тебя нет такого чувства то что твоя команда вроде бы этот а проигрывает тем временем у нас самоуничтожаются игроки и начинается последний раунд я надеюсь и мы смотрим хз этим начинают у нас за синих а перцы за красных я не снял шафт как ты думал думал с ними не хочется снимать шафт манимейкер подбирать флажок не дает у нас рафаэла кстати тем временем а им вот тащит уже по своей базе считаю флаг ничего личного со своей еды конечно ничего не сделать потому что иначе его перевернут знаешь антон вот сейчас снова прожима r вижу то что нет резиста от шафта у перцев это специально такая тактика или они не считают шафт угрозы просто не знаю наверно наверно все таки не считают моды стащит флажок 1 0 кстати был доставлен флаг за до были хзб как тащили вначале они так и дотащили флажок свой мода сейчас может доставить и 11 наряду научиться у него доставить хотя нет успевают у него хп у всех просто хочется отметить что если вдруг каким-то магическим образом мы пойдем на пенальти то бишь 7 раунд в этом замечательном бою то мы будем смотреть hard режим на карте а про там игроки игра 4 на 4 кто не помнит по моему 4 на 4 а там максимум 4 игрока на за каждую сторону да и карта очень хорошая мне она нравится жалко что и нету а в доступном режиме который регулируется с помощью кнопки в бой за дефили у нас только что хзб свою базу не получилось у перцев повести счет 118 минут до конца чего ожидать от этого раунда мы увидим с вами ближайшие минуты а тем временем рафаэлла и моды с нас заезжают прям по респам но по и на упы подключается к ним семенович ничего личного смотри пять корпусов просто от перцев и моды с вывозит а а money maker конечно в ответ увозит потому что респы перцев просто пустые были кстати рельса money maker давно на ее отдел да давновато уже вот сейчас у нас овердай заюзов семенович с рут и джеком заходит они через правые респы для того чтобы отвлечь на себя всех соперников и 21 все-таки перцы сделали этот флаг 213 нас знаешь получилось у них 5 в 5 корпусов они зашли вывезли флажок разобрали все преследование а потом поехали на возврат два игрока и смогли вернуть каким-то чудом какой прекрасный минус челеп у нас в минусе лежит все и троллится не пытайтесь сейчас у нас семенович рафаэлла и рут и джек выехать на водокачку а им бота забирают на ура рекстара тоже забирают и водокачка их kenya пытается дамажить но не получается у него слишком много накидать дамага а нажимаю на этап и вижу то что до 65 очков это не очень хорошо кстати перцы смотри перестреливают просто хзд у нас по очкам если смотреть счет да и уп тоже неплохо завет нас рафаэлка с ничего личного конечно он взял нас лили но тут есть кенни который юзнул у нас уже фу и и про маслом просто гадский спили сбили прицел он ничего не сможет это не делать ну почему ты знаешь наш дорогой рафаэлка свои жига не пользуются и кенни не жжет вот что он делает там уже шанс был перед ну смотри модест она сейчас целый но как бы его сейчас сольют в любом случае кенни классно делится овердрайвом и хзд у нас возвращает флажок это может превратить превратиться в неплохой атаку если бы они разобрали игроков перцев но перцы разобрали хзд это не превратилось ни во что конечно не знаю рафаэлка неправильно конечно сделал надо было пробел то нажимать и шафта подпалить почему ты не делал конечно вопрос лично к нему хотелось бы ворваться в конференцию спросить пару вопросов конечно после матча ничего личного сейчас у нас будет пытаться вывозить флажок но да его просто снял анкнал анджелс и все супер но пеноплей сейчас будет у нас заходить сбивают ему аптечку половину хп она смогла ему отхилить но сейчас ни к чему это не приведет ничего личного тоже должны забирать сейчас у нас анкнал и кеня что мы и увидим скорее всего в ближайшее время сможет кенни нет кенни промазал а им вот должен будет вернуть свой флажок да что мы и видим семенович на своем фрезе она вряд ли сможет подняться им вот его даже разбирает и смотри андрочелев где он остается флажком просто нечто как он смог как он смог под ничего личного под анкнал анджелс сейчас скинул но тут слишком много перцев не получится у ребят на файл караффа еще под 5 на своей жиге он должен это сделать и должен как-то попытаться вернуть а им будут еще врывается есть мода сверху с ноу-плеем кенни пытается раздамажить и забивают в итоге ему прицел он быстро просто в никуда и товарищи из перцев тащит флажок это третий уже флаг энджела надо слить конечно добить и не сливает флажок но теряет уже дроп полностью а смотри на у пэй на у пэй классно кстати рэк старого на сейчас только что заболочил и не дал данному игроку повлиять на судьбу данного флажка манимейкера надо сливать но не забывать что на директором съесть которые со своей лесой может вернуть флаг что и сделает это ребят еще флаг а сейчас могут дотащить у них 2222 антон зачем ты накаркал это где нет у нас еще три минуты что-то не пытается уводить еще флажок это все тени это все кеннис своим шафтом ты не понимаешь и опять кеннис смотри едет на перехват и у нас кстати размен наклевывается неплохо сейчас если кенни разберут андра челеп тоже разберут то все будет супер и главный сейчас от перцем вернуть свой флажок нет они это не смогли сделать плохо то вышло у них хотя там были попытки на у смотри на у пэй на у пэй и рафаэлы сейчас будут у нас также заползать и посмотрим что они покажут нам а рафаэла юзает овердрайв все классно супер да а им бота выкидывать ничего личного смотри сможет сможет нет получилось семенович что дамаж да супер андра челеп а не получится у него слизь его семенович возвращает каким-то чудом и перцы выходят вперед две минуты до конца моты смотри сейчас едет моды сейчас едет и будет пытаться еще вытягивать флажок ничего личного ему поможет но пэй на плей тоже помогает ему а рута чек в одиночку трек стара пытается задать флажок не получается у него семенович зачем в текстурку зачем стеночку въезжать да надо вернуться по по начали бы это слить и тут манимейкер щи есть куда ребята не спешите вот очень много спешки это будет ну семенович принципе должен вернуть да и семенович нас грузнет да возвращает и ну но плейнг полторы минуты понимаешь сейчас перцем надо просто не зажаться в дефе не дать просто себя расфокусить и все будет супер да нет я хочу пенальти ребята скажем антон давай завтра давай завтра пенальти сына модернг моды они синоджи а ну моды старшит но это перцы то есть они ведут если бы хзд вывозили было бы куда интереснее но сейчас смотри money maker неплохую попытку может предпринять по вывозу на тут но пеноплей который должен его перестреливать 32 45 секунд до конца это будет нечто невероятное 40 секунд который отделяет перцев от проходов большой полу нижней сетки слива таймбота 30 секунд до конца money maker и андрочелеп пытается у нас заехать семенович разбирает должны андрочелепа у нас сейчас разобрать не возвращать тянуть время рекстары сейчас заберу 10 секунд у нас остается я думаю да мы поздравляем перцев а с выходом в большой финал в большой полуфинал и мы переходим сразу к розыгрышу до перезы разыграем и 4 промо кода и вопросик на 5